Дошел к Орку. На экране появилось его красивое лицо, и главнокомандующий произнес, «Ты думаешь, что сможешь остановить это в одиночку?» Орк не ответил. Стальной шлем отбрасывал тень на его лицо, которая не проявляла абсолютно никаких эмоций. «Почему ты мешаешь нам?» В этот же момент послышался голос диктора, который пояснил, это Чой Хансун, популярный игрок с ником Раммель. Этому эльфу удалось заполучить скрытый класс Маэстро Войны. Помимо этого он является ведущим мастером клана Неба и Земли. Он – настоящий гений крупномасштабной стратегии. Затем Орк наконец открыл свой рот и произнес, «Почему вы нападаете на них?» Его голос был глубоким и низким, что Чой Хансун замешкался с ответом, поскольку сам ответ был очевиден. У него было очередное крупномасштабное задание, в ходе которого он хотел получить предметы и уровни, что в свою очередь привело бы к богатству и власти. Однако такой ответ он дать не мог, они наши враги. Почему? Если ты будешь мешать нам и дальше, то тоже станешь нашим врагом. Разве вы пришли сюда не для того, чтобы предать свою веру и убить невинных только ради получения денег и экипировки? Орк засмеялся. Человек, который не знает чести, я эльф. А ты ведь тоже игрок, верно? Слушай меня внимательно. Орк поднял свой взгляд, грозно сиявший из-под стального шлема. Ракурс картинки на экране изменился, из-за чего стало казаться, что он смотрит на всех и каждого. А затем Орк начал громко говорить. Его голос моментально разнесся над полем битвы, доходя до сознания солдат и всех, кто смотрел на экран. Я Орк Воин. Воин не предает веры. Воин не преследует слабых. Воин не нападает на безоружных. Воин не терпит несправедливости. Воин не позорит богов. Воин платит по всем счетам. Воин защищает тех, кто не способен защититься самостоятельно. Клянусь богам, как воин, я всегда буду соблюдать эти законы. Закончив говорить, Орк поднял свой огромный двуручный меч. Докажите свою честь. С этими словами на экране вновь появилась фигура Орка в полный рост. Земля затряслась. Вся армия, включая самого командующего, сделала шаг назад. «Подходи, человек, рассмеявшись», произнес Орк. Глава 2. Ошибка создателя, часть 1. Ну давай хотя бы попробуем. От такого явного принуждения Ян покачал головой. Однако он не был человеком, который легко поддавался давлению. Медленно вытянув вперед руку, он уперся ею в лоб своей младшей сестры, пытаясь оттолкнуть ее подальше от стойки. Без кредитов меня все равно туда никто не пустит. Однако Юнг Юй не отступила. Можно же зайти туда в качестве теста. «Братик, ты всегда торчишь на своей работе. Вот почему у тебя даже девушки нет. Так, ты кофе брать будешь? Наличкой или кредиткой? Ах, ну почему ты всегда пытаешься выманить у своей сестры деньги? Вообще-то за тобой уже очередь, так что, пожалуйста, давай быстрее». «Ах, точно». Услышав смешок позади себя, Юй покраснела и протянула несколько купюр, зажатых в руки. «Вот, правда, у меня всего 500 вон. Так, ну все. А ну-ка марш на занятия». Юй показала ему язык и выбежала из кафе со стаканчиком кофе. Глядя ей в спину, Ян улыбнулся. Тем временем подошел следующий клиент, ожидавший своей очереди. «Ваша младшая сестра всегда такая веселая. Мне жаль, что она никак не может угомониться. Вам, Американо?» Как человек, управляющий тихим кафе, Юнг Ян всегда улыбался. Его высокое, стройное тело и приятная атмосфера означали, что каждый день к нему всегда захаживало несколько посетителей женского пола. Прошло меньше года с тех пор, как он открыл разумное кафе, но благодаря царящей в нем непринужденной атмосфере, у Яна уже появились первые завсегдатые. «Ян, а вы играете в старейшину? Я не очень хорош в играх. Это игра в виртуальной реальности, так что все должно быть в порядке. Вам стоит попробовать. Разве вам не кажется, что сейчас больше играющих в нее людей, чем не играющих? Ха-ха. Правда? Вот, ваш Американо со льдом. Если когда-нибудь начнете, то, пожалуйста, дайте мне знать. У меня достаточно высокий уровень, и я могу помочь вам». Старейшина, игра в виртуальной реальности, которая запустилась всего несколько месяцев назад. Тем не менее, за этот довольно небольшой промежуток времени она полностью захватила рынок VRMO игр благодаря своей безупречной и реальной графике, с которой не могла сравниться ни одна из существующих игр, а также уникальной игровой системе и тому факту, что скорость ассимиляции влияла на способности самого игрока. Игроки снимали о своих персажах целые фильмы, которые транслировались в самое дорогое вечернее время, а доходы высокоранговых игроков превышали даже гонорары знаменитостей и звезд спорта. Тот факт, что виртуальная реальность отчасти начала заменять собой саму реальность, стал настоящим лозунгом игра-индустрии. Наступила эпоха старейшины. Некоторое время назад Ян купил и капсулу для подключения к игре. И вот теперь она хотела, чтобы он играл вместе с ней. Ян догадывался, чем аргументировано такое желание его младшей сестренки. Старейшина была очень сложной игрой, в которой получать уровни и улучшать умения было весьма непросто. Монстры и НПС также были очень сильными, а потому большинству из первых игроков пришлось очень несладко. Они были чужаками в мире НПС, которым пришлось начинать с самого Низа, так что вскоре после старта игры Юэ тоже начала скулить, чтобы Ян помог ей. На успехи в старейшине влияли и реальные способности человека. Физические способности персонажа зависели от его характеристик, но игроки могли воспроизводить в игре то, что уже знали. Ходили слухи, что все топ-игроки были людьми, владеющие боевыми искусствами или акробатикой. Ян видел по телевизору сцену сражения из старейшины, и она ему очень не понравилась. Простите, ах извините, что вы заказывали, капучино. Руки Яна дрожали, он сжал их в кулак, а затем медленно раскрыл. Дрожь остановилась, и его рука, казалось, попросту застыла. Когда-то он уже был на поле боя и каждый день засыпал бок о бок со смертью. Он никогда не будет играть в старейшину. После того, как он видел глаза умирающих, как он мог радоваться какому-то мечу, который перерезает глотку другому человеку, пусть даже и в игре. Разве ты не попробуешь? Ян покачал головой. А чем вы? Я просто не хочу. Парень, ты что, до сих пор не можешь забыть о своем прошлом? Я видел, как ты трясся, когда пытался выстрелить. Это не так. Ян отвернулся. Человек, стоявший перед ним, бэк ханха, рассмеялся. На нем был яркий ханбок, пп. Традиционный наряд жителей Кореи, дорогие часы, а его волосы были аккуратно уложены. Он отхлебнул кофе, поданный ему Яном, и пробормотал. Не могу это пить. Кофе всегда горький. А жизнь не всегда, сделав еще один глоток, ответил бэк ханха. Ян нахмурился. Бэк ханха покачал головой и залпом допил оставшийся кофе. Я знаю, что кофе это изначально просто горькая вода. Вот почему я боялся, рассмеялся клиент, поглаживая свой подбородок. Ненавижу, когда вы говорите загадками. Ты, трус. Лицо Яна слегка перекосилось. Посмотри на свою сестру, Юэ. Разве ей не пришлось вырасти совсем одной? А теперь с ней даже ее брат не хочет поиграть. Ай-яй-яй. Ладно, не обижайся. Я просто шучу, но тебе все равно стоит серьезно задуматься над моими словами. Ян отвернулся, действительно о чем-то задумавшись. Но тут открылась дверь, и зазвенел звоночек, уведомляющий о новом посетителе. В помещение вошли две девочки, постукивая своими каблуками на все кафе. Они о чем-то переговаривались и, вероятно, были последними клиентами на сегодняшний день. Ян автоматически определил их особые приметы. Его привычки все никак не покидали его. А затем он услышал, о чем они говорили. Что касается старейшины, мне удалось хорошо прокачаться благодаря моему брату. Он здорово мне помог. А ты? Ух ты, как я тебе завидую. А у меня вчера были неприятности. Неприятности? Что случилось? Одна свинья внезапно схватила меня за задницу. И что ты сделала? Ты сообщила об этом? Как некрасиво. Услышав этот разговор, глаза Яна задрожали. Тем временем Ханха отправил в рот очередную печеньку и произнес. Гэм, гэм. На самом деле я зашел достаточно далеко в старейшине. А затем, увидев глаза Яна, он прекратил жевать и спросил. Что? Учитель ним. Ну что? Как мне попасть в эту игру? Ты передумал? Да. Правильное решение. Ян должен был защищать свою сестру не только в реальном мире. Он должен был начать играть. Небо загораживали стволы высоких деревьев, укрытых пышной листвой. Сквозь небольшие щели ярко светило солнышко. Он сделал шаг, ступив на мягкую почву. Он чувствовал запах леса, слышал крики птиц и видел насекомых, ползающих вокруг. Эта игра взволнованно прошептал Ян. Этого просто не могло быть. Это была реальность. Тем не менее, появившиеся перед ним информационные окна говорили о том, что это все-таки игра. Добро пожаловать в старейшину. Пожалуйста, проверьте окно своего статуса. Ваша отправная точка, крепость Аркрокс. Удачи. Как только Ян прочитал все три сообщения, информационные окошки исчезли. И вновь перед его глазами распростерся пышный лес, совершенно неотличимый от реального. Ян лениво бродил по округе, пока не увидел большую лужу. Возле нее сидела маленькая белка, пьющая воду. Завидев Яна, зверек тут же бросился на утек. Ян посмотрел на свое отражение в воде. Он был огромным монстром с зеленой кожей и огромными выступающими вперед клыками. Окно статуса. Ян орк новичок. Одинный уровень. Очки достижений. Ноль. Ассимиляция. 50%. Умение. Сила орка. Обычное. Восстановление орка. Обычное. Он был орком. При создании персонажа игроки могли выбрать одну из следующих рас. Люди, эльфы, темные эльфы, гномы, дворфы и орки. В отличие от других рас, которые были весьма схожими с людьми, орки выглядели словно настоящие монстры. Их внешность даже нельзя было настраивать, в отличие от людей. Причина, по которой Ян выбрал орка, была простой. Он хотел удивить ее. Однако, когда он протянул перед собой руки и увидел зеленую кожу и толстые пальцы, ему стало так некомфортно. Словно его душа попала в тело другого существа. Вес и центр тяжести этого тела тоже отличались от реальности. Очевидно, ему нужно было больше времени, чтобы привыкнуть к огромной туши орка. Завидев Яна, животные тут же разбегались. Он решил попробовать догнать одного из зверьков и бросился в погоню. Через несколько секунд Яну удалось поймать кролика. Тело орка было тяжелым, но быстрым. Плотность мышц тоже отличалась от человеческой. Это был сильный орк. Ян посмотрел на шпили замка, возвышавшегося вдалеке за кронами деревьев. Колыбель орков-воинов, крепость Аркрокс. Очевидно, ему нужно было идти именно туда. После того, как Ян скрылся в гуще леса, держа курс в сторону крепости орков, в воздухе появился новый игрок. Он тоже зазирался, словно это было его первое подключение. О, так вот какая это старейшина. В самом деле, разве она не похожа на реальность? Да-да, игра в виртуальной реальности. Такс, посмотрим. Вставить это в ухо. Сделано. Эээ, я готов. Что дальше? Раса. Орк. Человек должен быть орком. Что? Еще раз это сделать? Чева-чева. А разве этого не было в инструкции к игре? Почему это орки? Ошибка. Случайно открытые разработчиками расы. Собакоподобная раса. Орки в старейшине слишком слабы. Игроки их не выбирают? Вообще ни одного? Что? Правда. После 5го уровня все меняют расу? Нет. Да ты что? Вы пытаетесь быть порочными с НПС, как злодейская фирма, которая все сваливает на низкооплачиваемых подрядчиков? Это нормально, потому что эта игра? Игроки намного лучше, чем НПС. Пуха-ха-ха-ха. Я понимаю. Понял. Тогда я буду человеком. Скажу еще раз, на это нужно очень много усилий. Примечание переводчика. Концовка предназначена для того, чтобы нас запутать, поскольку игрок разговаривает с человеком, ответов которого мы не слышим. Со временем все прояснится. Глава 3. Ошибка создателя, часть 2. Когда Ян подошел к воротам, то увидел двух здоровенных орков в кольчужных доспехах, которые с виду напоминали собой каменные статуи. На солнце поблескивали лезвия их клинков. Увидев Яна, они заулыбались. Хоть это и была приветливая улыбка, но из-за кошмарных клыков их морды стали казаться еще злее и недружелюбнее. Эй, ты жив? Жив. Я пришел сюда, чтобы стать воином. Орки рассмеялись. В связи с особенностями их тел смех тоже был довольно уникальным. Глядя на их внушительные фигуры, Ян сглотнул. Когда-то он был солдатом, но глядя на этих двух верзил, все равно не мог избавиться от холодка в груди. Один из орков протянул вперед свой кулак. Ян уставился на его грубую руку, прежде чем понял, что это приветствие. Вытянув вперед кулак, он стукнул им в кулак орка. Орк страш улыбнулся и произнес. В любом случае, тебе удалось добраться Дарк Рокса, так что я желаю тебе удачи. Сегодня в крепости будут похороны, на которых мы вознесем славу одному храброму воину. Эх-эх, оставайся живым. Затем страж прокричал, чтобы открыли врата. Стены были достаточно высокими, чтобы загородить собой даже солнце. И вот, гигантские врата, которые вполне им соответствовали, начали медленно открываться. После того, как с громким шумом врата открылись, глазам Яна предстала внутренняя часть крепости. Ох-ха! Ян считал орков дикими чудовищами, поскольку их внешний вид действительно был отвратительным. Но это было не так. Одни только громадные здания свидетельствовали абсолютно об обратном. В крепости оказалось много высоких строений, расположенных вокруг гигантского дерева и соединенных между собой мостами, раскинувшимися прямо в небе. Прямо над его головой ходили десятки орков, спеша по своим делам. Это было похоже на город эльфов из мира фэнтези. Здесь можно было увидеть не только орков-воинов с огромными секирами и шаманов с магическими посохами, но и других орков, как например торговцев и ремесленников. Это была настоящая цивилизация. Пейзаж был великолепным и казался более реалистичным, чем сама реальность. Крепость орков полностью завладела вниманием Яна. Неужели это действительно игра? Эй, жив? Ты новенький? Улыбнулся ему проходящий мимо орк и протянул кулак. Ян машинально стукнул по нему. Жив он был или не жив? Но Яну не потребовалось много времени, чтобы понять у орков это вместо приветствия. Они все спрашивали друг у друга, живые они или нет, а это означало, что жизнь и смерть здесь случаются достаточно часто, чтобы стать приветствием. После того, как Ян оказался в крепости Аркрокс, он не знал, что ему делать дальше, а потому решил воспользоваться подсказками для новичков. Если вы выбрали орка, то будьте готовы к серьезным испытаниям. Для начала попробуйте отыскать инструктора Ленокса. Ленокс пробормотал Ян, и в этот самый момент раздался чей-то голос. Эй, игрок? Вах, настоящий игрок? Голос был громким и грубым, но при этом звучал вполне дружелюбно. Ян обернулся и увидел слегка потрепанного орка. Впервые вижу другого орка-новичка. Приятно познакомиться с этими словами. Орк протянул было руку для рукопожатия, а затем хрюкнул и подставил для тачка кулак, как это было принято у орков. Ян улыбнулся и ответил на приветствие. Ты жив? Жив. Ха-ха, кстати, ты только начал играть? Как тебя зовут? Я, Гром. Я взял это имя из одной старой классической игры. Ясно, меня зовут Ян, кивнул Ян. А затем ему на глаза кое-что попалось. Посреди лба его собеседника мерцала небольшая белая звезда. Это, что? Гром проследил за взглядом Яна и ответил. Ах, это, ты не знаешь? Белая звезда позволяет идентифицировать игроков. У тебя она тоже есть. Так я и узнал, что ты тоже игрок. НПС ее не видит. Эта функция доступна только нам. Хе, впервые вижу звезду у другого орка. Да? Ну, бывают, конечно, и такие, которые ее скрывают, чтобы притвориться НПС. Должно быть, ты действительно только начал, раз не знаешь таких основ. Это моя первая игра. Ясно. Будь осторожен, это очень важно. Старейшина очень трудная игра, а потому не пренебрегай советами для новичков. Ян кивнул и улыбнулся. Конечно, ты еще многого не знаешь, а потому и выбрал орка. А? Да, ничего. Ты случаем не к Ленаксу собирался? Да, так написано в подсказках. Пойдем вместе. Я как раз к нему и шел. Ян последовал за громом. Вид города был просто завораживающим. В крепости Аркракс можно было увидеть абсолютно все. Здесь был и рынок, и кузницы. Картинка была настолько реалистичная, что ее даже нельзя было рассматривать как какую-то игру. Торговцы что-то кричали про свои товары, авантюристы собирались в группы для охоты на монстров, а из таверн доносились веселые голоса подвыпивших орков. Мнение Яна о старейшине начало меняться. Похоже, игровая система предполагала индивидуальность и историю для каждого, кто встречался у него на пути. Даже у орков была своя цивилизация и культура. Эта игра и вправду захватывала. Гром рассмеялся, глядя на погрузившегося в виртуальный мир Яна. Разве это не удивительно? Угу. До сих пор не могу поверить, что эта игра, как все, что он слышал и видел про старейшину раньше, не шло ни в какое сравнение с увиденным. О, скоро же похороны. Похороны? Орки скорбят о смерти великого воина. Он был великим НПС, который пожертвовал собой, чтобы защитить своих союзников. Внезапно раздался слабый звук горна. В этот момент в крепости Аркракс все стихло. Э? Орки замолчали. Затихли даже кричавшие на рынке торговцы и пьяницы. Единственным звуком, который нарушал тишину, был горн. Все орки посмотрели в сторону центру крепости Аркракс. Там, на кирпичном алтаре, поверх дров лежало тело орка. Орки начали что-то напевать. Их тон был медленным и приглушенным, что напоминало молитву тибетских монахов. Вся крепость Аркракс заполнилась звуками похоронной процессии. У нижней части алтаря орки, ведущие церемонию похорон, начали медленно бить в барабаны. Звуки горна, барабанов и пения орков перемешались в одно целое. Дрова были подожжены, и тело мертвого орка воина постепенно начало окутывать пламя. Ох! Я нацепенел. Перед его глазами пронеслась церемония проводов его погибших товарищей. Он вспомнил одного солдата, погибшего на поле боя. Из-за пули повстанцев Корнелл стал звездой в небе, а его товарищи провожали его в лучший мир не со слезами на глазах, а с яркими улыбками. Тогда они тоже пели песню. Не печальную, а привычную им армейскую. В тот день никто не плакал, но их сердца и умы были переполнены грустью. Память о том дне ожила вновь. Песня орков была грандиозной и благородной. Ян не мог оторвать глаз от воина орка, окутанного языками пламени. Над крепостью Аркракс продолжал звучать скорбный звук горна. Ян не знал, как зовут этого орка, ведь он был просто игровым персонажем. Тем не менее, он понял, что здесь этот орк был по-настоящему великим и уважаемым. Эх, шумновато, задумчиво проговорил Ян. Похороны должны проходить быстро и тихо. Эх, правильно, отозвал состоявший рядом с ним гром. Ян бросил взгляд на своего собеседника. Неужели этот человек действительно не чувствует никаких эмоций, глядя на эту сцену? В мире, который казался более реальным, чем сама реальность, разве можно было закрыть глаза на торжественную церемонию орков только потому, что это была игра? Ян снова посмотрел на горящие тела орка-воина. Ассимиляция 50%, ассимиляция 51%, ассимиляция 52%. Ян еще не знал об изменениях, происходящих в его окне статуса. Здравствуйте. Меня зовут Юджун, и я постараюсь рассказать вам как можно больше о старейшине, чтобы вы смогли погружаться в нее с максимальным комфортом. А я, Джихан. Сегодня мы поговорим об уровне ассимиляции. Господин Джихан, какова ваша текущая скорость ассимиляции? Когда я себя хорошо чувствую, то более 50%, в среднем около 40%. Это просто удивительно. У меня как правило всего 30%, в среднем у игроков 30-40%, так же что господин Джихан очень способный. Ха-ха-ха. Тем не менее, я не хочу чувствовать боль во время сражений, а потому часто ограничиваю ее. На 50% у меня начинается головокружение, словно кто-то бьет меня ножом в затылок. Да уж из-за этого я и сам играю на уровне 20%. Ох, это еще хуже. Хе-хе-хе. Интересно, так какой же уровень ассимиляции у наших зрителей? Результаты опроса говорят, что в среднем от 30 до 40%. В случае с высокоронговыми игроками, особенно с ролевыми, значение может доходить до 70%. Просто удивительно. В частности, самый популярный ролевой игрок по имени Ким Долкван из милиции опубликовал свое последнее окно статуса. Его коэффициент ассимиляции составляет 73%. Ничего себе. Благодаря этому он и стал топом. Создатели игры не раскрывают информацию о том, как именно ассимиляция влияет на производительность персонажа. Но эффект определенно есть. Здравый смысл нам подсказывает, что более высокий уровень ассимиляции именно у высокоронговых игроков, поскольку ее уровень определяет способности самого персонажа. Их навыки, атаки и движения становятся быстрее и сильнее. Разве это не помогает сократить разницу между НПС и игроками? Ах, эти страшные НПС. Не люблю НПС. Ха-ха, правда? Вот почему игроки пытаются создать свою деревню. Я взял интервью у Элины Эльфики, которая разработала концепцию Шангрилы, деревни игроков. В этот момент официант переключил канал. Эх, этот мир сходит с ума от игр. Юнк Юэ, которая заслушалась телепередачу, пришла в себя. Ее друзья, с которыми она вместе обедала, тоже отвернулись от экрана. А какая у вас скорость ассимиляции? Около 20-30 процентов. А я перешел на 40 процентов, хоть обычно играю с 30 процентов. Юнк Юэ засмеялась и произнесла. Я на 10 процентов. Это как так? Ты что играешь только правой стороной своего мозга, а левую отключаешь? Это ведь игра. Мысль о том, что эта игра не позволяет мне погрузиться полностью. Ну, недавно я все равно получила новый уровень. Ты забыла, как умерла от лап кролика? Что? Тебя убил кролик? Как это возможно? Кролики вообще могут атаковать? Юэ вздохнула. Я не знаю. Я попыталась напасть на него, но он укусил меня за ногу. А потом еще и еще. Пока я не умерла от сильного кровотечения. С ума сойти. Сумасшедшая. Юнк Юэ рассмеялась. Ладно, ладно, не переживайте. Теперь моим проблемам конец, ведь со вчерашнего дня в старейшину начал играть мой брат. Ах, тот самый брат? Да. Братик быстро станет топ игроком и позаботится обо мне. Вот увидите, скоро я вас всех догоню. Почему это он станет топ игроком? Перебил ее один из друзей. Мой брат, солдат. Солдат? И что, солдатам проще играть во что-то наподобие старейшины? В нее играет довольно много людей, которые служат. Он не просто рядовой солдат. Он был участником боевых действий. Про иностранный легион слышали? Ему приходилось стрелять в людей на Ближнем Востоке и в Африке. В самом деле? Значит, он убивал людей? Взгляды всех собравшихся обратились к Юэ, но та лишь пожала плечами. Я не знаю, он об этом не говорит. Удивительно. Друг моего брата тоже неплохо владеет рукопашным боем и очень быстро адаптировался к игре. Вроде бы он даже в топ попал. Эй, Юнк Юэ. В таком случае потом не притворяйся, что мы не знакомы. Вот-вот. Так что будь со мной повежливее, хе-хе, ответила девушка. Тем не менее, Юэ не знала одной важной вещи о Яне, на которого она возлагала все свои надежды. Он выбрал расу орков, которую называли ошибкой создателя игры. Глава 4. Инструктор Ленокс, часть 1. Кухек. Ян упал на землю. Орк-воин, инструктор Ленокс, рассмеялся, глядя на двух новобранцев. Пришли, чтобы стать воинами. Да, ой-а-ох. Ленокс схватил грома за шею. Ты. Не переоценивай себя, орк. Ты должен держать голову выше. Ленокс придвинул его лицо к себе и прокричал. Вы только посмотрите на эти нежные руки. Вы не орки. Вы люди. Или эльфы. Я бы даже поверил, если бы мне сказали, что вы гномы. С этими словами Ленокс отшвырнул грома в сторону, который со стоном прокатился по полу. Тренирующиеся рядом орки-воины рассмеялись, слыша оханье двух новичков. Когда Ян и Гром впервые сказали Леноксу, что хотят стать воинами, инструктор задал им один вопрос. И почему же вы захотели ими стать? Ян и Гром посмотрели друг на друга. Поколебавшись, Гром ответил первым. Я хочу стать сильнее. Орки считались боевой расой. Они были отважными воинами, которые уважали силу и никогда не преклоняли колени перед своим врагом. Это был ответ, взятый из руководства, и в некоторой степени был правдой. От слов Грома глаза Ленокса расширились. Он кивнул, а затем начал их избивать. За что? Почему вы это делаете? Даже если это была виртуальная реальность, они все равно чувствовали боль. Болевые ощущения были изрядно ослаблены в соответствии с текущим уровнем ассимиляции, но сама боль все еще существовала. От непрекращающихся побоев Гром начал издавать хныкающие звуки, что вызвало новый раскат хохота у Ленокса и других орков-воинов. Девочка сейчас расплачется. Вот и все, хлюпик. Ленокс снова поднял кулак, и Гром сел, окончательно сдавшись. Инструктор ухмыльнулся и опустил руку. Затем Ленокс повернулся и посмотрел на Яна. Яна слегка трясло из-за давно позабытого чувства боли. Ему действительно казалось, что его избивают. Эй, ты, а как насчет тебя, а? Ты тоже пришел сюда, чтобы стать сильнее? Ян почувствовал дежавю. Ленокс был очень похож на инструктора из его иностранного легиона. В первую их встречу инструктор спросил новобранцев, зачем вы здесь, почему вы все так рветесь в бой? Ответов было много, но, выслушав их, инструктор лишь рассмеялся, после чего преподал урок, хорошенько отпинав солдат своими тяжелыми ботинками. Чтобы защитить мою младшую сестру, ответил Ян. Их родители умерли, не оставив им ни копейки. Ян должен был защитить свою сестренку. А все, что у него было, лишь его натренированное тело. Инструктор кивнул и ударил Яна в живот. Так защищай же, пробормотал инструктор, перестав при этом улыбаться. Глядя в глаза Ленокса, Ян вспомнил свою армейскую службу. Ленокс больше не казался уродливым игровым монстром. Он был воином-инструктором. Наставником орков-воинов. Время для шуток закончилось. Он смотрел прямо ему в глаза. Ленокс не относился к тому типу персонажей, которые требовали стандартного игрового ответа. Это правда. Я тоже должен стать сильнее, твердо произнес Ян, чтобы защитить драгоценных мне людей. Его ответ был искренним. Ян действительно начал играть в старейшину ради Юэ. Во время боевых действий он понял, что мир жестокое место, а войны не более чем игры политиков. Услышав ответ Яна, Ленокс рассмеялся, а затем двинул его кулаком в живот. Хек. Ян сжал зубы, но вытерпел. Сам он согнулся пополам, но на ногах устоял. Всем встать. Услышав голос Ленокса, гром поднялся с земли. Первым делом инструктор посмотрел на грома и объявил. Если хочешь стать сильнее, никогда не сдавайся. Так точно. Расправь плечи, орк. Гром выровнялся, словно по постойке смирно. Затем Ленокс посмотрел на Яна. Ты хочешь защитить ценных тебе людей? Да. Прямо сейчас ты не можешь даже защитить себя, не говоря уже о других, ухмыльнулся Ленокс. Помни сегодняшнюю беспомощность. Вы стали начинающим орком-воином. Станьте великим воином-орком, пользуясь советами инструктора Ленокса. Вы получили 10 очков достижений. Появилось новое информационное окно. Гром выглядел так, будто тоже получил аналогичные сообщения. Затем Ленокс жестом приказал им следовать за ним. Они вошли в большое каменное здание, расположенное рядом с тренировочной площадкой. Любой, кто хочет стать воином, должен побывать в этом месте. Ленокс взмахнул рукой, и темный зал залился светом факелов. Это великие воины, которые вошли в зал славы. Факелы осветили несколько статуй, расположенных по кругу. Они были в несколько раз больше самих орков, и созданы настолько мастерски, что казались живыми. Ян вновь не мог не восхититься уровнем цивилизации орков. Гордые статуи держали в руках разнообразное оружие, среди которого можно было увидеть топор, молот, булаву и другие виды дробящего и режущего оружия. За кем из великих воинов вы бы хотели последовать, спросил Ленокс. Затем перед двумя игроками появилось несколько информационных окон. Пожалуйста, выберите свою модель для подражания. Орки верят в интуицию и следуют велению души. От этого выбора будет зависеть то, каким оружием вы будете владеть. Позже вы сможете изменить выбранное оружие, но пока вам придется продолжать обучение с теми навыками, которые вы выберете сейчас. Очевидно, им предлагалось выбрать тип оружия. Ян принялся методично исследовать статуи. Статуи смотрели вниз прямиком на центр круга, заставляя его чувствовать, будто он вступил в контакт с этими легендарными фигурами. Словно почувствовав на себе чей-то взгляд, Ян внезапно повернул голову. Одна из статуй, державшая огромный двуручный меч, смотрела прямо на Яна. Несмотря на то, что это была каменная статуя, сердце Яна забилось. Глаза скульптуры смотрели прямо на него. Однако это было не единственным, что его удивило. Статуя изображала человека. Это человек? Лейтено ответил Ленокс. Инструктор подошел к статуе и пояснил. Как и мы, он шел по пути воина и был единственным человеком, который стал братом для орков. Этот человек, давным-давно, когда люди предали нас и нарушили завет, Лейтено выступил против их жадности и лицемерия. Он был воином, который знал о чести. Истинным воином, который ни разу не скомпрометировал себя, когда сталкивался с несправедливостью. Он никогда не отказывался от своей веры и убеждений. Каждый взмах его двуручного меча заставлял кровь течь реками. Сказав это, Ленокс протянул кулак в сторону статуи. Скульптура Лейтено так и осталась неподвижной, но казалось, она все равно ответила на приветствие инструктора. Со всем уважением мы называем его мастером двуручного меча. Вы выбрали великого воина, мастера двуручного меча, который стал братом орков в человеческом облике, Лейтено. Ваше оружие – двуручный меч. Вы изучили технику владения двуручным мечом, обычное умение, окно статуса. Ян – начинающий орк-воин. Один и уровень. Очки достижений – 10. Ассимиляция – 53%. Умение. Сила орка – обычная. Восстановление орка – обычное. Владение двуручным мечом – обычное. Его оружие было автоматически выбрано системой, но Ян не стал паниковать, поскольку и сам хотел выбрать Лейтено. Он был человеком, но в качестве своего персонажа выбрал орка. Ян почувствовал связь с Лейтено, который, будучи человеком, стал братом орков. Кроме того, от быка Ханха Ян обучился фехтованию. Благодаря вашим базовым навыкам уровень техники владения двуручным мечом увеличился. По мере накопления опыта вы сможете улучшить умение до продвинутого уровня. Как игра узнала, что ранее он обучался фехтованию. Эта система и вправду была очень сложной. Гром выбрал Глоина, чей топор, как говорят, расколол целую гору. Топор – это хорошо. Это точно. Топор – основное оружие для всех орков-воинов. Хро-хро-хро-хро-хро – рассмеялся Ленокс. За его спиной тоже висел топор. Следуйте за мной. После того, как они покинули зал славы, Ленокс повел их к арсеналу, который находился неподалеку. Вы получили старый двуручный меч, обычный. Этот огромный тяжелый меч даже держать на весу было не так просто. В отличие от других игр, в старейшине не было инвентаря. Это была игра, которая лишала игрока всех удобств до уровня экстремального реализма. Даже учитывая размеры орков, теперь ему придется носить огромный двуручный меч, как и все остальные, в руках или за спиной. Сжимая в руках топор, Гром слегка поколебался, а затем прошептал. Это действительно зверское оружие. Ага, ответил Ян и взмахнул своим двуручным мечом. Так или иначе, силу орка можно было почувствовать во всей своей красе. Что, салаги, нравится? С усмешкой спросил Ленокс. Но мне больше интересно другое, останется ли в ваших пустых головах что-нибудь после сегодняшней тренировки? Э? С этого момента вы будете учиться владеть своим оружием на тренировочных площадках. В тренировочной площадке было людно. Помимо двух игроков здесь было достаточно много орков, тренирующихся со своим оружием. Наибольшие предпочтения орки отдавали топорам и алебардам. На втором месте шли булавы и молоты. Двуручный меч, как у Яна, практически не встречался. Гром и Ян смотрели на развернувшееся перед ними зрелище. Так, а ну посмотрели на меня. Ленокс взял топор Грома и продемонстрировал, как нужно правильно наносить удар. Это был чистый нисходящий удар. Затем Ленокс снова повторил эту технику. После этого продемонстрировал двуручную косую черту с мечом Яна. Теперь повторяйте. Сколько раз, пока не будете удовлетворены своей работой. Э? Видя их замешательство, Ленокс громко расхохотался. Когда посчитаете, что стали достаточно умелыми в обращении со своим оружием, приходите ко мне. Напоследок сказал инструктор, после чего ушел. Когда Ленокс покинул тренировочную площадку, Яна и Грома окружили другие орки. Хро-хро-хро-хро-хро. Похоже, нас ждет то еще зрелище. Хро-хро. Привет, новички. Позвольте мне сказать вам одно. Что? Инструктор Ленокс еще ни разу не был удовлетворен чей-то работой. Тогда что же? Вы должны впитать эти знания всеми своими тощими телами, посоветовал кто-то из орков, после чего снова засмеялся. Ухру-хру-хру. Останься в живых, новая овечка Ленокса. Куха-хаха. Эх, вздохнул Гром. Взяв топор, он несколько раз взмахнул им в воздухе, после чего остановился. Ян. Да? Ян понял, что снова отрабатывает удары. Ты собираешься сегодня еще продолжать играть? Да. Я немного устал, так что на какое-то время выйду из системы. Ах, быть орком утомительнее, чем я думал. Понимаю. Тогда повеселись как следует. Увидимся позже. Гром постепенно растворился в воздухе, отключившись из игровой системы. В этот момент другие орки стали заметно нервничать. Интересно, как они восприняли его внезапное исчезновение. Увидев, что вместо Грома осталось пустое место, они подсокали языками и спросили у Яна. Он что, получил проклятие звезд? И ты тоже? Да? А? Тебя прокляли звезды? Когда Ян начал ломать себе голову над тем, что от него хотят орки, всплыла подсказка. В мире старейшины игроки считаются такими, которые получили проклятие звезд. Из-за этого временами их призывает сама бездна, а после смерти они могут оживать. Получившие проклятие звезд могут избавиться от него, накапливая достижения и получая Божье прощение. Если им это не по силам, то таким людям суждено вечно страдать в бездне. Если НПС узнают, что вы были прокляты звездами, то вы можете подвергнуться определенной дискриминации. Тем не менее, только вам решать, как себя вести. В мире старейшины все зависит исключительно от вашего выбора. Ян сразу понял в чем дело. Проклятие звезд – специальная настройка, созданная для того, чтобы объяснить НПС выход игроков из системы и их возрождение после смерти. Разработчики игры и вправду были предусмотрительными. Все так, честно, ответил Ян. Ясно. Больше орки ничего не говорили. В мире старейшины НПС относились достаточно холодно к тем, кто был проклят звездами. Ян снова посмотрел на свой двуручный меч. Он вспомнил движение Ленокса. Даже если инструктор предпочитал топоры, Ленокс все равно был великим воином. А для Яна сейчас этот мир казался вовсе не игрой, а настоящим, новым миром. Он был новичком, проклятым звездами, спина которого покрылась потом от желания стать орком-воином. Куах, Хаяах, Яжив, Урта-Рыр. Глядя, как другие орки оттачивают свои навыки, в Яне начал пробуждаться его горящий дух. Молодой орк взмахнул своим мечом. Глава 5. Инструктор Ленокс, часть 2. Советы по выживанию на поле боя. Первый. Все навыки должны крепко-накрепко закрепиться в вашем подсознании и использоваться на одном уровне с рефлексами. Будет слишком поздно, если вы будете сначала думать, а только потом действовать. На войне не всегда можно принять решение за минимально короткий промежуток времени, а потому все действия должны быть доведены до автоматизма. И только обучение и постоянная практика могут сделать это возможным. Некоторые ленивые новобранцы тренируются лишь до тех пор, пока не начинают чувствовать усталость. Большинство таких людей, как правило, в первом же бою погибают или получают ранения. Падая от изнеможения новобранец должен помнить, что пот сейчас это лучше, чем кровь потом. Ян хорошо об этом знал, а потому ни на секунду не опускал свой двуручный меч. Эй, салага, ты еще не устал? Ставлю на то, что еще пять минут, и он свалится с ног. Ухо-хро-хро. Тем не менее, Ян не пристал отрабатывать удары даже когда село солнце. Если бы его увидели другие игроки, то они бы просто подумали, что он повторяет одно и то же. Однако для Яна это была настоящая тренировка. Он был воином. Скоро он встретит монстров и поднимет свой клинок против настоящих противников. Он знал, что в бою нет такого понятия, как везение. Лишь его собственные навыки и способности. Ян потянулся. Больше всего ему хотелось упасть на землю. Однако он упорно продолжал делать взмахи своим двуручным мечом. Ура-ах! Чистый боковой удар. Хая-ат! Прямой колющий выпад. Ты все еще продолжаешь? Добрый вечер. Через некоторое время к нему подошел Ленокс. От неожиданности Ян подпрыгнул на месте и принял защитную стойку. Однако инструктор просто покачал головой. Отставить. Есть. А ну покажи мне, как ты это делаешь. Ян вздохнул и снова поднял двуручный меч. Все мышцы его тела застонали, а поясница, казалось, начала трещать. Поднять меч, я сказал. Закричал Ленокс. Ян быстро выпрямился и стал в стойку. Не опускать голову. Смотреть вперед. Перед тобой стоит враг. Ура-ах! Врагу плевать на твои обстоятельства. Трудно. И что? Никого это не волнует. Избавься от своих слабостей. Ура-ат! Что? Уже сдох. Не расслабляться. Замахивайся сильнее. Еще сильнее. Ая-ак! Еще раз. Продолжай. Руби врага. Пока не забудешь, как дышать. И Ян повторял удары снова и снова. Под непрерывными напутствиями Ленокса он отполировал основы фехтования, которые изучил у быка Ханха. Он и без того знал, как нужно правильно колоть и рубить, но Ленокс довел эти азы до ума. Продолжай. Крепче сжать меч. Ты что, думал это будет легко? Ху-ат! Если бы это было не так сложно, тогда все были бы воинами. Ура-ах! Помни, не каждый может быть воином. Под вопли Ленокса, Ян со страстью выдыхал воздух, нанося удары по воображаемому противнику. И эта страсть передалась другим оркам-воинам. Эй, вы там! Вы собрались отдохнуть, пока этот салага еще на ногах? Никак нет. Я тоже думаю, что нет. Тогда почему ты все еще сидишь? Я уже встаю. А ты, если собираешься сдаться, то тогда лучше выметайся с моей тренировочной площадки. Я не сдамся. Хочешь, проваливай отсюда и наслаждайся спокойной жизнью. Не хочешь, тогда руби. Бультаар. Орки начали неистово махать своим оружием, яростно крича. Те, кто во время спарринга устали и присели на землю, тут же подскочили и принялись дальше отрабатывать удары. Вопли Ленокса и крики орков-воинов заполонили собой всю крепость Аркрокс. Люди, проходящие мимо тренировочной площадки, удивленно смотрели на практикующихся воинов. Рухнув на землю, Ян с усилием воли поднялся вновь. На его лице появилась улыбка. Он уже долгое время не испытывал это чувство, боль, возникавшая в результате преодоления ограничений. Чувство, когда боль превращалась в удовольствие, которое распространяется на всех вокруг. Удивительно. Несгибаемый боевой дух начинающего орка-воина признали даже бывалые воины. Сила бороться до самого конца и неукротимый дух. Вот лучшие добродетели настоящего орка-воина. Вы изучили воинский дух, обычное умение. Ваша сила воли крепче любого боевого духа. Воинский дух, обычное умение. Было повышено до воинского духа, продвинутое умение. Вы получили 30 очков достижений. Вы получили новый уровень. Появилось сразу несколько информационных окошек. Но Ян даже не стал читать их. То, что происходило сейчас, было куда важнее. Как твое имя, Салага, Ян. Стань воином и тогда получишь настоящее имя. Прокричал Ленокс, есть. А пока у тебя нет имени, так точно. Стань воином, стану. Сильнее замах. Текущее значение владения двуручным мечом увеличилось. По мере накопления опыта вы сможете улучшить умение до продвинутого уровня. Ян махал своим двуручным мечом, словно обезумевший. Если бы это было реальностью, тогда это было бы по-настоящему суровой тренировкой. Однако это была игра, и он чувствовал, что впитывает в себя природу расы орков. Его максимальные пределы постоянно обновлялись и увеличивались. Без страдания не было и результата. Ян понял, почему люди избегали орков. Это была поистине хардкорная раса. Он увидел, как один из орков получил глубокую рану на запястье. Два спаррингующихся воина на мгновение остановились, после чего один из них посыпал целебным порошком на кровоточащую кисть и снова схватился за свою алебарду. Я жив. Бультаар. Схватка возобновилась. Ян не мог не рассмеяться. Тренировка настоящих мужчин, в которую трудно было поверить. Как только Гром вернулся в тренировочный лагерь, он обнаружил, что орки пластами валяются на земле. Что происходит? Спросил он Яна, тоже лежавшего возле своего меча. Ты был прав. Чего-чего? Орк это утомительно, усмехнулся Ян. Гром вздрогнул, глядя на исказившееся лицо своего собеседника орка. Братик, ты правда начал играть? Спросила его Юэ. Ян делал растяжку рук, словно они у него сильно затекли. Ага. Правда? А ну-ка поподробнее. Где именно? Это секрет. Ах, но почему секрет? Это только для моего сердца. Ладно-ладно, можешь пока не говорить. Все равно ты нуб. Самый настоящий нуб. П-п-нуб. Сленговое слово, обозначающего полного новичка. Ян рассмеялся. А у тебя какой уровень? У меня? Я. Это. Юэ на мгновение затихла, а потом выпалила. Я милая и очаровательная эльфийка мистик. Я спросил про твой уровень, а не расу и профессию. Прекрасная эльфийка мистик. Юэ поднесла палец к губам, совсем не желая отвечать на вопросы. А затем раздался чей-то голос. Хозяин ним. Сделано. Вот. Спасибо. Держи, твой сладкий картофельный лотти. В лавке Яна, разумном кафе, на полставки подрабатывала студентка. Ее звали Юрира, и она была очаровательной девушкой с очень привлекательной внешностью. Именно по этой причине Юэ, взяв чашку, подозрительно прищурилась. Хайм-ымым. Тебе пора на занятия. У нас еще много времени. А вот у меня времени нет, парировал Ян, указав в сторону двери. Юэ оглянулась и увидела, что в кафе входит группа девушек-студенток. Она посмотрела на Яна и вновь издала тот самый звук. Хайм-ымым. Хозяин ним. Давайте я возьму заказ, а вы отдохнете в компании своей сестры. Нет, все нормально. Хорошо. Юэ достала купюру в 500 вон и положила ее на стойку. Сдачу, пожалуйста. 500 вон с тебя только за то, что ты так долго занимала очередь. Ну у тебя и цены. Фыркнула Юэ и пошла на выход из кафе. Ян посмотрел ей вслед и рассмеялся. Затем к стойке, где стоял Ян, подошла группа разговаривающих между собой студенток. Представляете, вчера мне посчастливилось найти себе группу в старейшине. Ее лидер был человеком высокого уровня. Его компаньон тоже был высокого уровня, но им не хватало людей. Вот уж и правда повезло. Я никогда раньше не видела таких высокоуровневых игроков. Они даже охотились на орков. А во орке, да. У них были огромные секиры и кровожадные глаза. Однако лидер нашей группы порубил их на мелкие кусочки. Это было потрясающе. Как я тебе завидую. Когда же я смогу сделать что-нибудь подобное? Это какие-то топ игроки? Брови Яна дрогнули. Эээ, здравствуйте, хозяин Ян. Мы снова пришли. Хозяин Ним. А мы уже сдали все экзамены. Две девушки очень дружелюбно с ним поздоровались. Эээ. Поздравляю. Нам, пожалуй, ста горячий американо, капучино. Нет, два капучино. А еще. Ян кивнул. Хорошо. Что-то не так, хозяин Ним. Ян был известен как теплосердечный хозяин кафе, который всем приветливо улыбался. Однако сегодня дул какой-то непонятный холодный ветер. Нет. Хээм. Я позвоню в колокольчик, когда ваш заказ будет готов. Да. Бультар пробормотал Ян вслед удаляющимся девушкам. После того, как клиентки получили свои напитки, Ян достал телефон. Ему нужно было как можно лучше защитить свою сестру. Однако он не мог найти ни одного совета по игре оркам. Скорее наоборот, ему встречались лишь темы с описанием того, как игроки перестали быть орками. Автор из орков эльфа. Заголовок. Я перестаю быть оркам. Я попробовал начать играть оркам, потому что думал, что остальные люди просто не разбираются в специфике этой расы. И вот вам вывод. Никогда не играй оркам, к тому же сам. Разве просто так придуманы такие вещи, как ремесло, административная работа и фермерство для добросердечных девушек или тех, кто не любит боевые действия. Такие люди могут просто поработать на НПС. Недаром же говорится, что в старейшине воплощаются любые фантазии. Однако у орков всего этого нет. Вы практически безоговорочно можете быть только воином или шаманом. Кроме того, когда орков видят другие игроки, они сразу же на них набрасываются. Но самое забавное, что более высокоуровневые игроки других рас попросту перекрывают воздух начинающим игрокам-оркам. Ладно там, когда они нападают на НПС, ведь те могут что-то противопоставить игрокам высокого уровня. Но что могут простые орки-новички? С самого начала орков рассматривают как каких-то мобов, пп. Моб, сленговое название монстра. Если НПС еще могут хоть как-то за себя постоять, то мы не можем справиться с таким геноцидом. Хоть люди тоже иногда умирают в боях с орками, но эта раса, как по мне, обречена, ведь ее рассматривают в качестве ходячих очков опыта. Я устал. Так вот, мой вывод состоит в том, что если в других играх орки, вполне обычная раса, которой можно играть, то в старейшине нет. Это слишком сложно. Да и самих игроков-орков слишком мало, а потому это попросту не весело. Выберите человека или эльфа, и ваши глаза увидят совершенно другой мир. Можно будет даже найти свою любовь. Почему еще старейшина не 18? Хе-хе-хе. Знаток орков. Орки, просто отбросы. Я, легенда. Изначально это была просто толпа, которая ошибочно была воспринята как раса. Система слишком сложная, а потому разработчики игры не стали ничего исправлять. Джарапапа. Орки, это мобы. Они, мед для игроков высокого уровня. Кстати, за них дается внушительное количество очков достижений. Ян прочитал содержание сообщения и оставленные к нему комментарии. Вот же подонки. Благодаря Леноксу и оркам-воинам он вновь почувствовал страсть, поэтому называть их мобами у него просто язык не поворачивался. Вслед за этим Ян увидел другую тему с заголовком «Я – орк» и сразу же нажал на нее. Автор. Анонимный орк. Заголовок. «Я – орк». Да, я – орк. С самого начала я хотел стать орком-воином или шаманом. На самом деле, я был человеком, но потом встретил НПС и сбросил свою расу. Я был игроком высокого уровня. Я был грязным и бесчестным. Орки намного лучше, чем паршивые люди. Это сложно объяснить, но быть орком намного лучше, чем быть человеком. Да, у них есть свои особенности, но они никогда не ударяют никого в спину. Я понимаю, что орком мне не выбиться в топ игроки, но теперь я могу избавиться от своего повседневного стресса. Подумайте об этом, если вдруг будете планировать начать играть в старейшину. Хоть я и стал орком, но это совсем не то, что под силу каждому человеку. Это трудно. Это становится не игрой, а настоящей тяжелой работой. Каждый день нужно тренироваться и оттачивать свои навыки, что выдержать может далеко не каждый. Только настоящий человек может бросить вызов всему этому. Надеюсь, что когда-нибудь вы придете посмотреть на то, как живут орки. И если вы вдруг увидите игрока с двумя одноручными топорами, то можете протянуть ему кулак для приветствия. Конечно, если при этом вы будете человеком, то умрете. Человеческий вождь. Этот дерзкий моб нам не ровня. Хрустящий арахис. Как здорово. Как мужественно. Какая тщетная попытка. Анонимный орк автор. Вы, люди, действительно грязные создания. Не будь орком. Я увидел ваши сообщения и пытался побыть орком. С меня хватит. Ян кивнул. Автор этого сообщения явно был орком. Однако никаких полезных советов здесь все равно не было. Ничего он не нашел и в других местах. Эту расу можно было назвать такой, которая состояла сплошь из НПС. Когда Ян посмотрел на то, что происходит у других раз, то обнаружил все виды трюков, уловок и подсказок о том, как провести НПС. Некоторые НПС не могли быть обмануты из-за их высокого искусственного интеллекта, а некоторые и вовсе не хотели общаться с теми, кто был проклят звездами. Дискриминация пользователей персонажами НПС, несмотря на то, что это была игра, вызывала настоящий хаос. На форумах часто возникали целые клавиатурные войны и разворачивались философские дебаты о морали и этике. Были даже ситуации, когда игроки пытались смухлевать или взломать систему. Ян покачал головой. Все-таки люди грязные. Одна из девушек, наблюдавших за ним, покачала головой. Хозяин ним сегодня странный. Глава 6. Охота на мутанта. Часть 1. Ян и Гром продолжали проходить тест Ленокса. Немного помахав своим топором, Гром решил наведаться к инструктору, где его избили и отправили тренироваться дальше. Ян же пока Ленокса не посещал и продолжал отрабатывать удары на тренировочной площадке. В таком русле прошла целая неделя. Благодаря системе ускорения мозга, один день в реальности приравнивался к пяти дням в старейшине. Другими словами, в связи с пятикратным ускорением, Ян с Громом провели в игре уже целый месяц. Ян, который постоянно тренировался, и Гром, который вел себя как обычный игрок, не могли добиться ощутимого прогресса всего за месяц. Только сейчас Ян понял, насколько серьезную подготовку должны проходить орки-воины. Кто захотел бы потратить целый месяц на скучное и монотонное махание мячом. Более того, такому игроку пришлось бы тренироваться каждый день до тех пор, пока он не падал от усталости. Естественно, такая перспектива была мало кому интересна. И вот, в один из дней Ленокс подозвал к себе Яна и Грома. «Теперь от тебя может быть хоть какой-то толк», «посмотрев на Яна», – произнес инструктор. «А вот тебе еще стоит поработать над собой», – добавил Ленокс, «на этот раз посмотрев на Грома». Ян и Гром стали настоящей достопримечательностью крепости Аркрокс, а еще они оба стали синонимом слова «боевой дух». Ян усердно тренировался, в то время как у Грома выработалась привычка приходить к Леноксу, подвергаться избиению, а затем, не сдаваясь, возвращаться к тренировкам. «Я все еще не удовлетворен, но ваши жалкие потуги займут еще лет сто, так что сейчас, как начинающие орки-воины, вы получите свою первую миссию, есть, наконец-то им предложат задание». Ян и Гром переглянулись между собой и улыбнулись, в последнее время к югу от крепости Аркрокс участились на беге волков, звери наносят урон нашим фермерам, в связи с чем возникла нехватка продовольствия, орки-фермеры, это было что-то новенькое, это задание как раз для вас, салаг, которые хотят стать настоящими воинами, помогите фермерам избавиться от волков, вы получили задание от Ленокса. Поздравляем с вашим первым заданием, избавьтесь от злых волков, которые угрожают миролюбивым фермерам, вы должны помочь им и для начала вам следует выйти за пределы крепости и отыскать орков-фермеров. Награда за задание, признание Ленокса и очки достижений, в зависимости от ваших успехов вы сможете получить что-то еще. Два орка внимательно прочитали всплывшее информационное окно. А теперь проваливайте с моих глаз, подрезюмировал Ленокс и, развернувшись в своем привычном стиле, заорал на тренирующихся орков-воинов не сдаваться, выше прыгать, забудьте о своем дыхании. Хотите комфорта? Тогда возвращайтесь к своим мамочкам. Мы орки. Бульта-р-р-р. Комфорт не для воина. Комфорт делает вас слабыми. Вы можете стать сильнее только через боль. Сражайтесь. Ува-ах. Очень круто, кивнул самому себе Ян. Вот это что ли круто, переспросил Гром. Ага, я в восторге. Хэм. А я вот до сих пор не приспособился к тому, чтобы быть орком. К слову, мне почему-то кажется, что тебе уже доводилось вот так тренироваться. У тебя получается выдерживать все эти нагрузки. Я был солдатом. Профессиональным солдатом. Ах, вот в чем дело. Теперь я понимаю. Твой тон и поведение вполне соответствуют этому месту. Что касается меня, я еще до конца не определился, стоит ли вообще оставаться орком. Оставайся, конечно. Мне будет скучно, если ты меня бросишь. Хе-хе-хе, ну раз ты просишь, то я останусь, рассмеялся Гром. Хоть у этого славного малого и была свирепая орчья морда, Ян воспринимал его как дружелюбного соседа или даже как младшего брата. Мы будем покупать какую-нибудь экипировку? У меня нет денег. Ах, точно. Ну, мы сможем заработать, выполнив задание с волками и продав добычу, которую соберем. Это станет отличным поводом, чтобы купить что-нибудь вкусненькое. Как правило, жившие в бараках орки обедали в простой столовой. Удивительно, но их питание было довольно обычным. Рацион орков был схож с тем, чем питались обычные люди, за исключением разве что того, что в миске больше было куда больше мяса и еды в целом. На выходе из крепости Ян и Гром наткнулись на стражу. Здорово, новички. Вы живы? Живы. Ян стукнул своим кулаком в кулак одного из стражей, в то время как Гром поздоровался с другим. Должно быть, вы хорошо попрактиковались у инструктора Ленокса. На ваших костях добавилось немного мяса. Ян, посмеиваясь, сказал страж, собираетесь охотиться на волков? Да. Ясно. Что ж, будьте осторожны. В последнее время среди обычных волков встречаются какие-то странные особи. Грома удивил такой поворот событий, поскольку даже обычный волк считался довольно мощным монстром. Что делать, если мы столкнемся с ними? Спросил Ян. Оцените обстановку и, если это будет слишком опасно, убегайте. И еще, имейте в виду, быть сильным, значит выжить. Смелость это не безрассудство, а потом, если вы окажетесь в опасности, то не геройствуйте и просто сбегите, подняв к верху палец, произнес напутствие другой страж. Ясно, спасибо. Хро-хро-хро, возвращайтесь живыми. Затем Ян и Гром покинули крепость. Волки были опасными зверьми. Ян хорошо об этом знал, однако он не беспокоился. Ян взглянул на Грома, идущего рядом с ним. Его компаньон был большим и крепким. Мощные тела орков и их вздутые мышцы, казалось, с легкостью справиться с таким заданием, как охота на волков. Хотя орки и были всего лишь немного выше людей, сами их тела были вдвое шире, чем у взрослых мужчин. Кроме того, у орков были толстые руки и ноги, из-за чего они больше всего походили на горилл. А эти волки как-то отличаются от реальных? Спросил Ян. Должны быть похожи. Как правило, животные практически полностью идентичны реальным. В этом и заключается одна из сложностей старейшины. Даже обычные звери здесь довольно сильны. Но почему орки-фермеры не могут справиться с волками? Пробормотал Ян, подняв предплечье и показав свои бицепсы, которые в реальности попали бы в книгу рекордов Гиннеса как абсолютный мировой рекорд. «Согласен. Может, в этих волках что-то необычное?» Улыбнулся гром. Внезапно Ян повернул голову. Он моментально насторожился, но источником его беспокойства оказалась обычная косуля. Увидев двух орков, она тут же бросилась на утек, испугав тем самым щебечущих на веточках соседнего кустарника маленьких птиц. Мир старейшины временами казался более реалистичным и красивым, чем сама реальность. Он вдохновлял. Даже Ян, который прекрасно понимал, что это всего лишь игра, чувствовал, как постепенно превращается в настоящего начинающего орка-воина. Буль Таререр прошептал Ян. Орки постоянно повторяли это слово, которое было чем-то вроде их лозунга. Ему удалось выяснить, что это древнее слово орков, означающие жизнь. Повторяя его раз за разом, ему казалось, что его разум очищается. «Мне почему-то кажется, что со временем ты станешь ролевым игроком», усмехнулся гром. «Ролевым игроком?» Полное погружение в старейшину столь же важно, как и скорость ассимиляции. Много людей так вживаются в свои роли, что начинают действовать, как НПС. Они делают драму, что очень популярно на телевидении и в интернете. Хро-хро-хро, это не для меня. Ты только послушай себя со стороны. Иногда я не могу выбросить из головы мысль, что ты самый настоящий орк. Должно быть у тебя очень высокая скорость ассимиляции. Вдруг Ян подпрыгнул на месте, чувствуя на себе чей-то взгляд. И этот взгляд отличался от взглядов животных. Он напоминал прожигающий взгляд врага на поле боя. Тело Яна напряглось. Что такое? Здесь кто-то есть. Кто? Зазирался гром. Никого не вижу. Поглядывая по сторонам, он подошел к зарослям кустарника. В этом лесу было много высоких деревьев и кустов, блокирующих поле зрения. И вот, как только гром раздвинул ветви одного из кустов, прямо к ему взметнулись чьи-то руки и схватили его за шею. Акх! Кто тут? Ян вытащил свой двуручный меч, а барахтавшийся гром взмахнул топором, но промахнулся. Тот, кто устроил засаду, постепенно выбирался из-за кустов, раскрывая свой внешний вид. У него было грубое лицо с торчащими клыками. Это был орк. Кто ты такой? Спросил он. Я орк. Это я вижу, хаэр-хаэр. Орк придавил ногой топор грома, выпавший на землю. Вы воры, которые украли это оружие. Орки тоже могли быть ворами. Нет, отрицательно покачал головой Ян. Тогда кто? Мы воины. В самом деле, недоверчиво прищурился орк. Начинающие, добавил Ян. В это трудно поверить. Насколько бы вы ни были молоды, вы слишком слабы, чтобы быть воинами. С этими словами орк сильнее сдавил шею грома, который отчаянно пытался вырваться из его захвата. Хорошо. И кто ваш инструктор? Ленокс. О, это очень дружелюбный инструктор. Правда? Ленокс и дружелюбие – абсолютно несовместимые понятия. ГММ. Наверное, вы все-таки знаете Ленокса. Орк отпустил грома, который шумно плюхнулся на землю, а затем отвесил ему подзатыльник. Всегда будь на чеку, новобранец. Ты всегда должен быть готов к тому, что из кустов кто-то появится. Ой-я-ок. В наше время развелось много бандитов. Даже орки теряют свою честь. Гром встал, вытирая слюну. А ты кто? Я. Орк выпятил грудь и ответил. Я, Грант. Фермер. Фермер. Я честно работаю в поте лица, чтобы собирать зерно. Ян поднял топор и протянул его Грому. Приятно познакомиться, Грант. Ленокс поручил нам помощь оркам-фермерам. Вам, что ли, рассмеялся Грант. Может мы еще и слабы, но все равно можем помочь. Мы слышали, что у фермеров есть проблема с волками. Да, это правда. Но что-то я сомневаюсь, что от вас будет много помощи. Верь Леноксу, а не нам. Действительно, Ленокс не отправил бы сюда кого ни попадя. На какое-то время Грант задумался, а затем кивнул. Ладно. Давайте за мной. Товарищи последовали за Грантом. Неподалеку оказалась небольшая бревенчатая хижина. Рядом с ней располагалось поле, огражденное забором, на котором с какими-то самодельными инструментами работали два маленьких орка. Эй, вы живы, папа? Ура! Маленькие орки побежали к своему отцу. Это было милое зрелище. Учитывая ужасный внешний вид орков, Ян не ожидал, что их дети окажутся такими милыми. Тем не менее, любое животное, смотрящее на человека своими большими глазами, было бы милым, если в этот момент поглаживать его по голове. Затем юные орки увидели двух незнакомцев и насторожились. Ян и Гром представились. Глаза молодых орков засияли, когда они услышали, что Ян и Гром были воинами, которые пришли помочь Гранту. Воины. Как здорово, воины. Оставайтесь живыми. Юные орки помахали в воздухе палками, притворяясь настоящими воинами, на что Грант вполне ласково фыркнул. В домике Гранта ждала его жена. Она тоже была орком, а потому ее нельзя было назвать симпатичной. Однако она вышла на крыльцо и с улыбкой поприветствовала Яна и Грома, после чего угостила их теплым рагу. После рагу последовало тушеное мясо, которое товарищи слопали за обе щеки. Жена Гранта окинула их довольным взглядом, а затем ни с того ни с сего обратилась к Грому. Ты хороший человек. А поднял голову Гром. Но мир давит на тебя. Что ты такое? Сделай правильный выбор. Это прозвучало как загадка. Гром с недоумением посмотрел на Гранта, и фермер объяснил. У моей жены волшебный взгляд, который хоть и слабо, но может видеть судьбу. Она никогда плохого не посоветует. Ага. Ты родился с душой воина. Теперь жена Гранта обратилась к Яну. Спасибо. Но твоя душа от чего-то сильно пострадала. А? Из-за этой боли ты отказался от пути воина. Однако, чтобы защитить других, ты снова взялся за оружие. Ян был ошеломлен. Только что этот НПС сумел прочитать его прошлое. На военном совещании он вступил в спор с руководством и был уволен. А в эту игру он и вправду начал играть только из-за своей сестры. Система виртуальной реальности смогла прочитать его воспоминания. Конечно, я не знаю всех деталей, но мне кажется, что я должна тебе это сказать. Делай то, во что веришь, и никогда не теряй мужество. Добродушно улыбнулась жена фермера. На лицах Яна и Грома повисли смущенные выражения. Грант же просто рассмеялся. Хро-хро-хро-хро. Кажется, вы удивлены. И как вы будете жить дальше, если тебя удивляет даже это? Нам еще предстоит охота на волков. А? Разве вы пришли сюда не для того, чтобы охотиться на волков? И ты пойдешь, Грант? Это моя работа. Так что да, ответил Грант, указывая на стену, где висела алибарда. Я могу разобраться со всеми волками и в одиночку. Но недавно я столкнулся с врагом, против которого мне понадобится ваша помощь. Это с каким? Волк-мутант, ответил Грант, а затем, понизив голос, продолжил это всего лишь волк, но его размеры больше, чем у любого вожака волчьей стаи. А еще он очень умный. Под его началом волки стали действовать методично и скоординированно. Вот почему фермеры понесли большие убытки от нападений волков. Ох. Поэтому мне и нужна ваша помощь. Я верю в вас. Хро-хро-хро. Жена Гранта обеспокоенно посмотрела на своего мужа. Не волнуйся, я не из тех, кого убивают волки, ты. Просто благослови меня в дорогу, чтобы мне было сладко, как от твоих губ. Береги себя. Муж и жена нежно посмотрели друг на друга и слегка поцеловались. Гром опустил глаза, словно смутившись этой картине, но вот Ян продолжил наблюдать за ними. Орк и его жена что-то тихо шептали друг другу. Это было похоже на просмотр драматической любовной сцены в кино. Оказывается, у орков тоже была своя личная жизнь. На лице Яна появилась улыбка, и он кивнул. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Хэм, рассмеялся Грант, твои глаза живы, буль-тарер, буль-тарер. Буль-тарер тихо произнес гром, следуя их примеру. А вот твой взгляд мертв, он жив. Буль-тар, мертв. Глава 7. Охота на мутанта, часть 2. Закончив трапезу, орки вышли из бревенчатой избушки Гранта. Вы получили благословление орка-шамана, Андары. В течение полудня ваша физическая сила и боевая мощь будут увеличены. Группа получила благословление от жены Гранта. Пожалуйста, будь осторожен, на прощание попросила его Андара. Следуя за Грантом, два орка направились в сторону, прямо противоположную крепости Аркрокс. Временами им встречались силуэты таких же небольших ферм с возделанными полями и проходящие мимо орки-фермеры. Изначально орки не занимались земледелием, объяснил Грант, помахав рукой своим коллегам. Тем не менее, в один прекрасный день орки все же были вынуждены взяться за сельское хозяйство. Много орков выступало против, но меня впечатлил тот факт, что орки, вставшие на этот путь, стали честно трудиться, собирая урожай. «Значит, раньше ты был воином?» – спросил Ян. У него сложилось такое впечатление, когда он еще впервые увидел Гранта, был. «Ага. И тренировал тебя тоже Ленокс?» «Да. В мое время Ленокс был не менее требовательным и суровым. Видимо, Грант был старше, чем казался на первый взгляд, что, в свою очередь, означало, что Ленокс тоже был гораздо старше их. С. Старайтесь не производить никаких звуков. Скоро мы будем на месте». Грант очень настороженно относился к волкам. И правда, вскоре группа увидела волков, которые издалека выглядели так, словно охраняли свою территорию. Они систематически патрулировали заданный периметр, чего явно нельзя было ожидать от простых животных. Ощутив непонятное беспокойство, Ян сглотнул. Даже если количество оставалось тем же самым, между шайкой разбойников и организованной группой солдат всегда была большая разница. «Давайте просто убежим, пока они нас не засекли», – предложил Гром. Ян покачал головой, «Нет, это же просто волки. Правда, они как-то странно себя ведут, словно ими кто-то руководит». Руководит недоуменно вытянул вперед свою голову Гром. Грант, слушавший их разговор, кивнул и посмотрел на Яна. «Хоть ты и новобранец, но, похоже, кое в чем смекаешь, пустяки. Это не просто волки. Стая, возглавляемая лидером, всегда действует организованно, словно ее хорошо обучили. Если мы просто побежим вперед, то нас быстро окружит целое полчища волков. Тогда, над этим я и ломаю голову. Думаю, проблема решится сама по себе, если мы просто разберемся с вожаком». Ян начал думать, на войне было принято разделяться, чтобы рассеять внимание противника. А значит, чтобы добраться до босса, нужно было отвлечь внимание волков. Давайте попробуем привлечь их внимание чем-нибудь другим. «Чем? Ты хочешь, чтобы мы разделились?» Скорее усмехнулся Ян, враг нашего врага, наш друг. «Рядом есть другие хищники?» «Хро-хро-хро!» Рассмеялся Грант и кивнул, словно понял план Яна. «Ясно-ясно. А ты определенно умеешь пользоваться своей головой. Наверное, ты даже меня бы кое-чему смог научить. О чем вы говорите?» Переспросил сбитый с толку Гром, который никак не мог понять, о чем идет речь. «Мы можем использовать кого-то другого, того, кто привлечет к себе внимание большей части стаи. В этом лесу обитал еще один опасный зверь. Он был сильнее сразу нескольких волков и являлся хорошим противником для них самих, поскольку был один. Это был тигр. Тигр? Мы будем драться не только с волками, но еще и с тигром?» Гром был в ужасе. «Лучше уж с одним тигром, чем со всей волчьей стаей. И что мы будем делать после того, как его поймаем? Мы используем его, чтобы отвлечь некоторое количество волков, а в это время проникнем к ним на территорию и прикончим вожака. Чтобы найти свою цель, им пришлось некоторое время побродить по лесу. И вот, прячущаяся в кустах Триа увидела сидящего и зевающего на скале тигра. Нужно его оглушить. Как? «Лучше всего подойдет удар по голове», — пояснил Грант и сжал кулак. Покачал головой Гром. Тигр почувствовал приближение трех орков и поднялся со своего места. Ян, Гром, Грант и Тигр. Трое против одного. Это была первая битва Яна в Старейшине. Он почувствовал, как по его телу разливается напряжение. Это же чувство он испытывал на поле битвы. Он почувствовал, как мускулы его натренированного тела вздулись, придавая уверенности в том, что он сможет справиться с Тигром. Тигр взревел, и его низкий рык прокатился по всем окрестностям. Гром будто бы окаменел. Тигр заметил этот факт и мгновенно прыгнул на замешкавшегося орка. Тело Тигра, летящее по воздуху, было огромным, отчего даже Ян на мгновение вздрогнул. Гром, ты что делаешь? Уе-еха. Закрыв глаза, Гром взмахнул топором, но его слепая атака так и не достигла зверя. Лапа Тигра врезалась в плечо Грома, и зверь на лету начал открывать пасть. Но тут последовал удар Яна, заставив монстра изменить траекторию и промахнуться. Налитые кровью глаза Зверя повернулись к Яну. В этот же момент Гранд резко взмахнул Алебарда и ударил Тигра по спине. Мощный импульс проник сквозь толстую шкуру, шокировав зверя. Не убивай его, знаю. Ян ринулся вперед и ударил Тигра мечом плашмя по голове. Зверь зарычал и поднял голову, но тут пришел в себя Гром и нанес ему удар топором с другой стороны. Триорка начали избивать Тигра. Ау! 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 Тигр завыл, как собака, и опустился на землю. Свирепые глаза Зверя залились слезами, словно прося их остановиться. Гранд посмотрел на него, ухмыльнулся и врезал Зверю кулаком по лбу. Ау! Тигр потерял сознание. Это было действительно жестокое зрелище. Уф! Этот парень не так уж и страшен. Вы одолели Тигра. Вы оглушили бедного Тигра, который вселял страх в местных волков. Вы сделали еще один шаг вперед в мире орков. Вы получили 10 очков достижений. Текущее значение силы орка, обычное умение, увеличилось. Текущее значение владения двуручным мечом, обычное умение, увеличилось. Ян прочитал всплывшие информационные окошки. Если его умения будут продолжать расти, то, в конце концов, они перейдут на продвинутый уровень. Теперь надо оттащить этого парня к волкам. Триорка взвалили ошеломленного Тигра на плечи. Это было похоже на воссоздание сценария популярной тренировки, когда группа солдат бегает с огромным бревном. Они вернулись назад, где все так же циклично ходили патрулирующие свою территорию волки. Это был явно систематический метод. Ян снова напрягся. Волки не должны были себя так вести, но в конце концов это был мир старейшины. Их способности, возможно, были несопоставимы со способностями обычных волков. «Организованное поведение уже указывало на то, что здесь все куда суровее. А теперь отправим к ним нашего нового приятеля». Грант притронулся к голове лежащего Тигра, чтобы удостовериться, что тот их слышит. «Эй, пора просыпаться», — проговорил Грант, однако Тигр все еще не реагировал. «Может ты слишком сильно ударил его? Он мертв?» «Нет, он все еще дышит», — ответил Грант и шлепнул Тигра по щеке. «Подобное зрелище, как правило, невозможно было увидеть в отношении столь грозного зверя, как Тигр, так же известного как Царя Зверей». Ян подумал, что орки были действительно удивительной расой, раз решались на такие безрассудные вещи. «Грао! Ухрырырыр!» Веки Тигра дрогнули. Как только он открыл глаза, Грант снова шлепнул его по морде, окончательно приводя Тигра в чувство. «Сейчас! Хуаат! Ураат!» Орки подняли Тигра и бросили его прямиком в середину волчьей стаи. Тигр взлетел в воздух. Тем не менее, этот зверь недаром относился к породе кошачьих, а потому сумел приземлиться сразу на все свои четыре лапы. «Грир-рун?» Волки ошеломленно уставились на появившегося из ниоткуда рассерженного Тигра, Грир-рир. Затем один из них развернулся, издав протяжный вой. «Уфу-у-у! Уфу-у-у!» На вой начали сбегаться другие волки. Тигр быстро оценил ситуацию и ринулся на своих противников. Его боевой дух был достаточно высоким, поскольку на волков он смотрел свысока. Волки были дикими зверями, но Тигр был царем зверей. Проведя яростную атаку, он заставил отступить нескольких волков. Тигр проявил достоинство, которое даже нельзя было вообразить. Открыв пасть, он громко взревел, словно насмехаясь над своими ничтожными противниками. «Гру-а-а-а-а-а-р!» Поджав хвосты, волки отбежали назад. Однако вскоре прибыли их собратья, и стая облепила Тигра, словно муравьи. Волки грозили задавить его своим количеством, но Тигр все равно не терял своего достоинства. Он и вправду был настоящим царем зверей. Ян был тронут, Симба. «Его что зовут Симба? Откуда ты знаешь его имя? Та нет, но, пожалуй, теперь я буду звать его именно так». «Ясно», — кивнул Грант. «Ну, раз теперь ты дал ему имя, то он уже не просто Тигр. Ради Симбы мы должны расправиться с их лидером. Еще увидимся, Симба». Со странным выражением на лице гром посмотрел на Яна и Гранта. Основная часть волчьей стаи была отвлечена, и три орка медленно двинулись к ее вожаку. Позади них то и дело раздавался тигриный рык и волчье завывание. Пройдя вглубь леса, они достигли скалистого холма. Наверху сидел волк, наблюдавший за битвой между Тигром и своими подопечными. У него был черный мех, а сам он выглядел гораздо крупнее средней особи. Его-то мы ищем, точно. От этого зверя исходило какое-то странное ощущение. Как только мы от него избавимся, на фермы вернется мир и благоденствие. Сначала Тигр, теперь громадный волк, пробормотал гром, покрепче сжав топор. Волк увидел орков и обнажил свои клыки. Несмотря на то, что их разделяло достаточно большое расстояние, до ушей группы отчетливо донесся низкий рык вожака стаи. Триа побежала к холму. Вожак стаи не стал убегать. Вместо этого он принялся неторопливо спускаться вниз. Тем не менее, он был не один. Грунг. Волк зарычал, и из-за холма показались другие волки. Казалось, их было около десятка. Кажется, эти ребята отличаются от тех волков, которых мы видели. Эти волки были больше, их клыки были острее, а сами они казались куда свирепее. Это определенно была группа элитных волков. Ян поднял свой двуручный меч. Не спускайте с них глаз. Волки бросились в атаку. Волки были проворными и пытались взять орков в клещи. Один из них прыгнул вперед, чтобы отвести на себя замах двуручного меча Яна, и когда тот крутанул им, другой волк выскочил с незащищенной стороны, на лету раскрывая пасть. Уф. Гром с Грантом тоже вступили в бой. Ян ударил подлетающего волка локтем по голове, надеясь, что это предотвратит укус, но он слегка замешкался и острая боль в боку пробудила в нем чувство реальности происходящего. Уф-уф. Это действительно игра. Пробормотал Ян, глядя на заходящего со стороны нового волка. Жгут.